Интернет-среда в современном мире занимает большое количество людей. Здесь можно заниматься самой разнообразной деятельностью. Любимая работа, осваивать какие-то знания, знакомиться с новыми людьми. Кроме того, сегодня с помощью сети интернет можно формировать общественное мнение. Удобно ли это? Конечно же, без сомнений удобно. Ведь в интернете очень большой и широкий спектр информации для различного круга людей, которым пользуются как наши преподаватели, как наши студенты нашего университета. И сейчас очень понятно, что может любой первоклассник найти необходимую информацию, заснять ролик, выложить какое-то текстовое сообщение, которое станет очень вирусным. Давайте поинтересуемся, как студенты Луганского государственного университета имени Владимира Даля проверяют достоверность данных, с которыми они знакомятся в средствах массовой информации. Ну и сейчас, как у нас идет 21 век, век технологий, то больше всего информации мы получаем с интернета, ну лично я получаю ее, конечно, из социальных сетей. Мы там проводим самую большую часть своего времени. Конечно, есть и другие источники информации, газеты, телевидение, соседи, друзья, но все равно большая часть информации из социальных сетей, потому что там всегда все выкладывают в первую очередь. До этого я смотрела Инстаграм блогеров, но в последнее время они очень сильно, все блогеры, начали агрессировать. И единственный источник, который дает более-менее достоверную информацию, это Телеграм. Там очень много новостных пабликов, и всегда можно сферить, где одинаковые новости, а где что-то когда-то добавляется, и ты уже понимаешь, что кто-то что-то дописал, и что-то тут уже не так. А используешь другие источники информации, печатные, носители, телевидение? Телевидение. В основном это Россия-24, каждый вечер включаешь и проверяешь. Тогда можно будет сверить, что в интернете пишут и что рассказывают по телевизору. Получается, интернет сегодня основной источник информации для определенного круга, возрастной категории людей. Но вся ли информация, которая находится в столь широком доступе и открыта абсолютно для всех, является достоверной? В потоке этого несмолкаемого шума информационных программ, теле, радио, передач, интернета, человек теряется и не знает, как определить, где правда, а где ложь. Наверное, стоит этому научиться. Как вы думаете? Я сверяю в нескольких новостных пабликах с новостями. Очень часто можно просто вбить даже ту же самую картинку, которую в паблике пишут, вбить ее в Яндексе или в Гугле и всегда высвечивается какая-то другая информация, которая была выставлена намного раньше. Тогда можно понять, когда эта информация была и действительно такая или нет. Потому что очень много лжи и ты не понимаешь, правда это или нет. Допустим, кто-то может выставить какую-то информацию, ты начинаешь переживать, начинаешь себя накручивать, а на самом деле такого даже не было. В первую очередь стараешься как-то фильтровать информацию, которую ты получаешь, чтобы не поддаваться остальному чувству, чтобы не было всяких лишних проблем, чтобы ты не давал ложную информацию и сам ее не получал. Поэтому в первую очередь, конечно же, это являются новости официальных телеканалов, как Россия-24, Луганск-24 и другие телеканалы. Также я иногда даже читаю газеты, чтобы хоть как-то понимать, что происходит в мире, если нет интернета. Потому что сейчас ни свет, ни интернет иногда не является частым удобством для нас. Поэтому это все-таки, скорее всего, интернет. Ну и в первую очередь, конечно же, своими мозгами ты должен понимать, что происходит. В 2022 году информационная среда выглядит совсем не так, как ранее. Сегодня популярными стали короткие сообщения в различных мессенджерах и социальных сетях. Мы опираемся на них. То есть информация достаточно емкими и короткими сообщениями подается широкому кругу пользователей. А мы, пользователи, распространяем ее с помощью репостов, размещения на стенах в социальных сетях и делимся со своими друзьями. Но проверяем ли мы достоверность этой информации, невольно становясь ее соучастником. Со мной такое случается очень часто. А с вами? Век, когда стандартная новость в сети живет не более 6 часов, а затем бесследно исчезает в новом потоке информации, очень просто создавать недостоверные данные, так называемые фейки. Их несложно распознать, зная простые правила. Да, я считаю, что эти методы очень нужны и важны, так как многие люди из нас подвергаются этим новостям, и у них появляется негативное настроение, они начинают везде писать, что я вот прочитал, и это правда. То, что вы рассказываете, вы врете, вы делаете так, как нравится вам. И мне очень понравилась фраза, что информационную войну выиграют те, кто угуд, потому что им очень важно распространить всю информацию, чтобы люди им поверили и поддавались их влиянию. Еще можно проверять новости так, как, ну, сверять и общение с людьми. По-другому ты никак не проверишь, потому что много ссылок, много информации, и иногда не получается дойти до истины. Я считаю, что они помогут это однозначно, потому что сейчас у нас такая ситуация, что нужно уметь фильтровать свою информацию и не распространять вложенную информацию самому себе и своим родным, потому что паника, в первую очередь, может в дальнейшем послужить ужасными последствиями. У меня нет определенных способов проверки. Обычно это общение с родственниками, с друзьями, которые могут дать тебе ту информацию, которая является на самом деле. И в первую очередь, конечно же, это средства массовой информации, но их тоже нужно фильтровать, чтобы не попасть в под уловки. Для проверки в достоверности данных наиболее именитые компании, которые чаще всего работают в информационной среде, используют самое простое и легкое средство. Они проверяют первоисточник. То есть мы находим новость, которая впервые была размещена в сети интернет или средствах массовой информации, и проверяем аккаунт, с которого был загружен этот сюжет, текстовый файл или другой носитель, который был задействован в дальнейшем распространении этой новости. Достоверна она или нет, мы можем судить по тому, как вел себя этот аккаунт ранее. Если он нигде не был задействован, был неактивен или подписался на эту социальную сеть или мессенджер совсем недавно, это обозначает, что новость, скорее всего, недостоверна. Если же автор этого аккаунта активно размещает новости ежедневно, активен, проявляет какое-то эмоциональное отношение к тому или иному событию, эта новость, скорее всего, достоверна. Второй немаловажный фактор, на который стоит обратить внимание, это использование различных точек зрения, различных источников и материалов с различных ресурсов. Третий фактор — это эмоциональная окраска. Сегодня, к сожалению, в средствах массовой информации большей популярностью и востребованностью пользуются новости, окрашенные негативно. Люди их активнее обсуждают, ужасаются, эмоционально окрашивают себя и своих близких, задействуют в этой новости своих знакомых, активно размещая её у себя в социальных сетях и обсуждая её в реальной жизни. Но как поступить в этой ситуации? На самом деле негатив привлекает сильнее, потому что нам нужно привлечь внимание пользователя, а с помощью негатива это сделать максимально просто. Если взглянуть на негативное сообщение без эмоций, то что тогда получится? Критически мыслящий человек, вероятно, задумается над тем, кому выгодна эта ложь и кто бы мог её создать. В современном мире мы репостим огромное количество информации и, кроме того, мы делимся её со своими друзьями. Таким образом, грамотно скомпонованные и собранные сообщения делают нас соучастниками этой лжи. Более того, они формируют общественное мнение, выгодное определённому количеству населения. Что с этим делать? Следить за достоверностью данных, которые мы размещаем у себя на стене, в социальных сетях даже те данные, которые мы лайкаем, потому что мы заочно становимся соучастниками. Фактически такие медиапровокаторы делают людей участниками манипуляций. Они манипулируют пользователями сети интернет, создавая общественное мнение, выгодное только им. Это может привести к самым разнообразным последствиям. Мы должны понимать, под какой информацией стоит ставить свой лайк или какую информацию мы можем разместить в своих социальных сетях без доглядки на то, какие цели могут преследовать манипуляторы общественным мнением. Бдительность в информационной среде – очень важное качество, ровно так, как и критическое мышление. А как вы проверяете подлинность информации в интернете? Редактор субтитров А.Семкин